В начале января вышла книга азербайджанского журналиста и писателя, нынче политэмигранта Зинала Ибрагимова, под названием «35 писем сыну». В ней он исследует причины ненависти к армянам в азербайджанском обществе. Там оживают и переосмысливаются жертвы Баку, Сумгаида и Ходжалы. Ибрагимов анализирует исторические мифы и их истоки. В этом смысле книга уникальна и неожиданна. Вчера, 20 января, в Азербайджане отмечали трагическую дату подавления митинга политической оппозиции в Баку в 1990 году войсками Советской Армии. Начнем беседу с разбора этих событий. Давайте, Зинал, начнем с даты 20 января. Как вы интерпретируете этот день? Как вы понимаете этот черный январь? Упоминали ли вы его в своей книге? Да, я упоминал его, конечно. Во-первых, его нельзя разделять, вообще дату 20 января нельзя разделять с датой 13 января. Они неразрывно связаны, потому что 13 января начались армянские погромы. Одно вытекло из другого. Не будь погромов, не было бы 20 января. Но я считаю, что обе эти даты были заранее спланированы и, в общем-то, все это было предопределено, конечно. Есть еще один момент. Войска ввели 20 января, когда погромы пошли на убыль. Почему-то их не вводили ни 13-го, ни 14-го, ни 15-го. И еще тогдашний народный фронт Азербайджана. Они вывели людей на улицы, прекрасно зная, чем это кончится. Если бы войска вошли в пустой город, им просто не в кого было бы стрелять. Вот я считаю, что 20 января это была заранее спланированная акция. А по какой причине их ввели, когда вот эти протесты пошли на убыль? Официальная причина, чтобы предотвратить погромы. Это смешно, потому что прогромы начались 13 января. И я не верю, что даже в уходящем Советском Союзе командование было настолько нерасторопно, что ввело войска через неделю. Это смешно предполагать, конечно. Первый этап. Эти погромы спровоцировали окончательный бесповоротный отъезд армянского населения. А вот ввод войск, он уже спровоцировал отток русского сектора. Потому что армия ассоциировала столько с русским. Буквально на следующий день после ввода войск начался отъезд русских. Таким образом были убиты два зайца. Уехала армянская община, уехала русская община. Город фактически освобождался для тех, кто туда рвался. Орвались туда выходцы из районов. Почему это было выгодно? Это электорат. Это был будущий электорат. Естественно, следующим этапом был отрез еврейского населения Баку. А окончательным, последним, это отъезд русскоязычных азербайджанцев. В результате сейчас Баку превратился в огромную деревню, населенную соответствующими жителями. И по-вашему это результат именно этих событий? Да, безусловно, конечно. Все эти события потихоньку так и привели к тому, что было выдавлено более чем миллионное население города. И когда Азербайджан начинает говорить о геноциде, почему-то забывает, что были фактически изгнаны более миллиона коренных жителей Баку. Это не геноцид. Я считаю, что это геноцид. Расскажите мне про вашу книгу. Почему она вышла именно сейчас? Ну, написана она была еще в 2015 году. Ну, знаете, почему сейчас? Нужно было время, чтобы это все осмыслить, чтобы переварить, чтобы на нас какой-то со стороны посмотреть. Время должно было пройти. Зина, попробуйте просто немножко как-то ввести в курс, да, о чем речь. Ну, речь в книге идет о том, как Гейдер Алиев поэтапно вернул себе страну. Он же был первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана 1969 года. И каким образом он добился своего. В принципе, он разыграл блестящую шахматную партию. В результате придя к власти в 1993 году. Обеспечил власть не только себе, но и передал ее по наследству. Ну, знаете, Азербайджан – это не страна. Это территория, превращенная в коммерческий объект одной единственной семьи. Страной, конечно, это странное образование назвать нельзя сейчас. Это не страна. Этот человек приватизировал целое государство. Приватил его в кормушку своей семьи. Абсолютно на привательский относился и сам Конституции, и это продолжила его семья. Ну, превратил это в очень странную монархию. Сначала он, потом с нарушением всех норм Конституции, которая переписывалась не раз, его сын. Теперь супруга сына становится первым прецепрезидентом. Ну, как это называется иначе? Это колонизация. Я считаю, что это колонизация целой территории. Под свой личный интерес. Мне интересно все-таки, вот журналисты, которые пишут о том, как клан Алиевых поработил эту территорию и как он ее управляет, и журналисты, которые занимаются глубокими расследованиями, они, ни один из них не упоминает армяно-азербайджанский аспект. Да, верно, они не упоминают, они избегают этих тем. Ну, во-первых, страх. Это очень опасно. Во-вторых, одно – выступать против режима Алиевых, а второе – уже пойти против всего общества. Это две разные вещи. Потому что те, кто, скажем, поддерживают противников Алиева, они, естественно, тут же замолкают, как только разговор заходит на тему армяно-азербайджанского конфликта. Вы знаете, здесь очень странное единение власти, оппозиции и вообще всего общества. Ему вбили в голову, что оно должно враждебно относиться к армяновым. Понимаете? Все, вбили в голову. Фактически этот человек зомбировал целую страну. Да, боятся говорить на эту тему, это верно. А каким образом? Когда это началось? И почему все это так продолжается? И видны ли какие-либо, ну, контуры примирения? Хронологически это в 88-м году. Хотя угольки, конечно, были еще в советское время. Примирение, вот сейчас, в данный момент, я считаю, любая попытка изменить что-то, она превратит этот конфликт либо в костер, либо в костер, который разгорится в ближайшее время. Если в ту или иную сторону что-то двинется, это не будет мирным решением. Я вам скажу почему. Дело не только во властях. Дело в том, что в Азербайджане существует несколько, я вот их назвал бы, раковых опухолей. Первое, это общество вбили в голову, что Карабах – его территория. Ну, не территория, это Азербайджан. Эта территория была в 21-м году искусственно пришпилена к Азербайджану. Второе, очень болезненное и очень, знаете, какое-то маниакальное стремление фальсифицировать историю и выставить себя народом, который имеет тысячелетние корни. Это бред. Этого не было. Это, я считаю, что это даже унизительно для народа, вот такой вытворять свои собственные истории. Приписывать себе каких-то мифических, не принадлежащих им героев. Выдумывать какие-то абсурдные, совершенно, простите, на грани идиотизма исторические факты. Как, например? В одном из азербайджанских учебников истории было написано, что Колумба консультировал азербайджанских ученых. Это уже область, я считаю, психиатра. Если говорить о том, что появляются какие-то очень странные сведения по поводу того, что мама Леонардо да Винчи была азербайджанкой, я считаю, что это вообще уже клиника, это тоже область уже психиатра. Это я говорю о самых крайних. Это очень снисходительно к этому нужно относиться, потому что любые нации этим болеют. Такого рода всплесков, может быть, и надо снисходительно относиться. Но когда глобально фальсифицируется история, это уже немножечко другую реакцию, мне кажется, должно вызывать. Это уже совсем другое, когда население целенаправленно бивается в голову ложь. Придумывается история, она просто придумана, понимаете, ее не было. И еще одно очень странное отношение, знаете, удивительно, даже более враждебное, чем в Турции, к теме признания геноцида армян. Это вообще полный абсурд. Во-первых, когда все это происходило в 1815 году в Османской империи, Азербайджан не то, что не существовало на карте мира, вовсе не существовало. Кроме того, Армяне никаких претензий к азербайджанцам в этом плане вообще не предъявляют, потому что их, ну, ну, и слова просто не было. Не было этой страны. И вот это вот тоже маниакальное какое-то отношение к этой теме. Какое-нибудь отношение имеет к Азербайджану? Никакого. Только потому, что армяне-азербайджанцы сейчас воюют. Вы знаете, мне действительно поражает, что в Турции более лояльны к этому отношению, чем в Азербайджане. Откуда пошло вот это неприятие? Почему это сейчас возведено в такой чуть ли не национальный лозунг? Ну, во-первых, это выгодно властям, потому что управлять под таким лозунгом очень легко. Малейшее неповиновение, и вам тут же приписывают бабушку, дедушку, прадедушку армянина. Вы становитесь изгоем. Это очень удобный метод и очень удобная политика. Ненависть стала фактически государственной политикой. Хотя Азербайджан на каждом углу кричит о своей толерантности и мультикультурализме, но в реальности в стране сейчас существует фашистский режим. Вот в этом плане он фашистский. Потому что чуть не с детского сада детям вбивается в голову эта ненависть. Причем надо отдать должное. В соседней стране этого нет. Там не насаждаются подобные. Я это точно знаю. Скажите, Зина, а вот если мы возьмем этот конфликт, какую роль, по-вашему, там играет Россия? Вот в минувшем году очень часто говорилось о том, что какие-то подвижки есть в том, чтобы решать. И что, мол, Лавров там что-то предлагал. Азербайджану отойдут какие-то районы по договоренности, какие-то территории за, например, членство Азербайджана в Евразийском Союзе и так далее. Как вы видите роль России вообще в урегулировании этого конфликта? И может ли она как-то повлиять? Ну, кроме того, что мы видим сейчас. Кроме того, что она продает оружие обеим сторонам. Роль России самая негативная в этом конфликте. Начнем с того, что первый конфликт между армянами и азербайджанцами зарегистрирован в 1905 году. Тоже с отмашки России. Вот роль России в этом конфликте с самого начала, она просто отвратительна. Потому что Россия хочет держать за хвост регион Южного Кавказа. У нее свои геополитические интересы. Может быть, это понятно. Но в реальности она играет очень негативную роль. Во-первых, она продает правое оружие обеим сторонам. Во-вторых, Россия не избавилась от своих имперских амбиций. Естественно, ей хочется наложить лапы на обе страны. Что ей пока удается делать? Удается причем сделать так, что и Армения, и Азербайджан вроде бы как одинаково заинтересованы в этом посредничестве. Да, им удалось это сделать. И вообще вся эта история с этой враждой, конечно же, она спровоцирована была еще во времена Российской империи. Ее просто не было бы сейчас. Конечно же, Россия играет очень негативную роль. И все эти сказки Лаврового о том, что они пытаются каким-то образом что-то решить. Ничего они не пытаются решить. Они пытаются не лечить болезнь. Они пытаются залечить больного. Не выгоден этот конфликт. Разделяя власть, то это не Россия придумана. Ну хорошо, а прогнозы-то какие? Какие могут быть варианты развития? Понимаете, то, что я могу сказать, это очень непопулярно. И может показаться даже абсурдно. В Азербайджане существует очень странное единение оппозиции и власти. Вы правильно сказали. Никто из оппозиции этой темы не касается. Это тема тому. Тема Карабаха, тема геноцида, тема Ходжалы, тема фальсификации истории. Как только речь заходит об этих четырех моментах, удивительным образом объединяются все. И это, я вам скажу, это не единение нации. Это знаете, пусть меня простят слушатели, у Фазилия Искендера есть прекрасные выражения. Что иногда коллективная вонь принимается за единство народа. Может быть, я не совсем точно процитировал. Вот именно это и происходит в Азербайджане. Примирение? Сейчас примирение никакое невозможно. Во-первых, начнем с того, что Азербайджан на самом деле культивирует ненависть к армянам. Это есть. О каком примирении может идти речь, если глава государства публично помиловал человека, который убил в Венгрии топором, пусть противника, но спящего, убил подло. О каком примирении может идти речь, если глава государства опускается до таких вещей? И если общество его приветствует. Ведь ни одного протеста нет. В этом случае, кстати говоря, Азербайджан не приветствуется. Это порицается в обществе. Да, на кухне порицается. Тихо, спокойно на кухне. От страха. Может быть. Где-нибудь были публичные протесты? Я о них не слышал. И, естественно, сто процентов людей не могут одобрять этот поступок. Но они боятся. Они будут об этом говорить только приватно. Пресса писала о том, что это возмутительнейшее безобразие и позор. Нет. Ну вот мне тогда непонятно, знаете что? Все эти активисты, фрондеры, которые выступают против системы, против власти, против этого клана. Они же не боятся, когда они это делают. Тогда почему они не боятся открывать все эти вот золотоносные схемы, вот эти все офшоры, все это выносить, но боятся говорить про Карабах? Почему? Если мы имеем дело со страхом, то он какой-то должен быть глобальный. А он не есть глобальный. Одно – пойти против режима Алиева и бить себя в грудь, называть себя патриотом и кричать, что эти люди обожают азербайджанский народ. А другое – сказать все как есть. Это две разные вещи. Потому что одно – стать врагом Алиева, а другое – стать врагом целого народа. В принципе, я это сделал. Я прекрасно знаю, что меня будут проклинать, называть предательным родинам, подонкам, мерзавцам и чем только меня не будут называть. Я прекрасно это знаю. Мне хотелось бы просто… Вы знаете, постоянно сталкиваюсь с тем, что как только стоит что-то сказать против, тебя называют предателем родиной. Предатель – это человек, который когда-то кому-то давал клятву верности или присягал на верность и нарушил это. Почему-то общество этого не понимает. Я никому клятву верности не давал. Я имею право говорить и думать все, что я говорю и думаю. Хорошо, Зина, вот Ваша книга, которую я считаю сенсационной, Вы говорите, что Вас заставила эту книгу написать стыд за собственный народ, за власть, за фальсификации. И Вы считаете, что вот эта Ваша откровенность и эта книга, она чему-то поможет, поспособствует? Нет, я так не считаю. Я так не считаю. Может быть, какая-то очень небольшая часть людей в тиши своей кухни скажет, да он прав, но не больше. Я прекрасно понимаю, что все это будет осуждаться. Ничему она не научит, потому что эти люди вбили себе в голову идею абсурдную, маниакальную. И жить ее очень сложно, понимаете? Это может быть свойственно человеческой натуре, верить, что все так, как преподносит. Конечно, хочется быть древним народом, иметь древнюю культуру, но ее же нет. Ну, нет ее. Посмотрите, во что превратилась страна. В какой древней культуре может идти речь, когда профанировано все, что только можно. Больше того, население доведено до такого унижения, что оно просто молчит. Ничего оно там не разбудит, кроме ненависти ко мне. Тем не менее, я думаю, сейчас в Азербайджан вы все равно вернуться не можете. Ну, начнем с того, что если я в Азербайджан вернусь, мне влепят пожизненные заключения, объявят предателем Родины и будут судить за измену. Это понятно. Вы знаете, вот вы говорите о том, что, да, есть журналисты и правозащитники, которые выступают против режима Алиева. Вот пока они не поймут, что надо выступать не против режима Алиева, а против вот всех этих болезней общества, ничего у них не получится. Они просто должны это осознать. Ну, послушайте, ну, тоже можно, да, точечно взяться, вот как Хадиджа сделала. Вот что, она сделала что-то неправильно? Правильно она сделала? Правильно, правильно, я говорю, она точечно взялась и стала распутывать этот клубок. Верно. Не берясь за все сразу, за все там болезни общества, за все фальсификации и прочее. Взялась и сделала? Да, я с вами совершенно согласен. Разве я сказал, что этого не надо делать? Нет, вы сказали, что выступать против клана Алиевых, этого недостаточно. Нужно брать... Безвискловно, этого недостаточно, конечно, недостаточно. Пока это общество не поймет, что ему подсунули сфальсифицированную историю. Пока это общество не поймет, не глянется назад и не поймет, что ему подсунули искусственные границы. Пока это общество не поймет, что оно не имеет никакого отношения к произошедшим в 1815 году событиям. Это не их вообще дело. Пока они перестанут верить вот этой абсурдной пропаганде, ничего не получится. Психологически это понятно. Людям нужно чем-то гордиться. Я об этом и говорю. Вот они и гордятся тем, что им подсунули. И используя это, мы ими просто очень удачно и удобно манипулируем. Конечно, людям надо чем-то гордиться. Все правильно. А тем более, если у людей, простите, не очень высокий интеллектуальный уровень, а, к сожалению, Азербайджан сейчас находится в жутком состоянии в этом плане, то вполне объяснимо. Если Гитлер смог сотворить такое с немцами, что вы хотите от азербайджанцев? Но немцы нашли в себе силы это переварить, переболеть и выпрыгнуть. А вот найдут ли они, я не уверен. В принципе, в миниатюре происходит в Азербайджане то, что происходило в фашистской Германии. Абсолютно то же самое. С той разницей, что Адольф Шекл-Грубер не грабил свою страну, свой народ. Вот надо отдать ему должное. Этого он не делал. Поэтому вот эта маленькая миниатюра фашистской Германии либо должна переболеть, либо, знаете, я думаю, что это закончится очень печально. Потому что, судя по действиям алейского режима, он и не собирался приводить эту страну, грубо говоря, в порядок. Это была беседа с азербайджанским писателем и журналистом Зиналом Ибрагимовым. Азербайджан. Продолжение следует...